Финансовые пирамиды За последние три года проблема обманутых вкладчиков в Краснодарском крае назрела особенно остро. Общая сумма ущерба превысила 4,5 миллиарда рублей. Помочь с решением проблемы готовые федеральные органы власти. Еще весной президент страны подписал постановление об уголовной ответственности за организацию финансовых пирамид. В свою очередь губернатор Кубани поручил ведомствам разработать алгоритм для выявления и ликвидации этих компаний на стадии создания. Стоит добавить, что для России в целом это уже третья волна распространения пирамид. Начиная с 90-х населению следовало бы проявить больше осторожности и меньше доверчивости в погоне за легкой прибылью, которую обычно обещают подобные инвестиционные проекты. Прибыль превзошла убытки. За 7 месяцев этого года крупный и средний бизнес Кубани показал общую прибыль в 212,5 миллиардов рублей. Это на 64% больше прошлогоднего результата. В подсчете не приняли участие банки, страховые компании и бюджетные организации. Из всех предприятий края более 70% отработали прошедшие 7 месяцев с прибылью. Среди районов с сильным бизнесом Калининский, Каневской, Щербиновский. Другим менее мощным предприятиям удалось снизить убытки на 5 миллиардов рублей с 30 до 25. Уменьшилась и сумма просроченных долгов. Лидерами по неоплаченным кредитам остаются сфера производства и распределения ресурсов, сектор обработки и недвижимость. Прибыль прибылью, но бизнес продолжает кредитоваться. За 7 месяцев этого года объемы займов выросли во всех отраслях экономики края на 24%. По всей России этот рост всего 6,5%. Общий объем кредитования предприятий и населения Краснодарского края за январь и июль 2016 года превысил сумму в 830 миллиардов рублей. Растет сектор малого предпринимательства на 12%, объем ипотеки вырос на треть. Хорошую динамику банкам дают крупные корпоративные клиенты, потребительские кредиты, сельское хозяйство, химическая и пищевая промышленность. Ситуация с доходами населения стабилизируется, они начали немножко увеличиваться, примерно на 7-8% по уровню инфляции. Кроме того, за год накатился значительно отложенный спрос у населения на кредиты, причем на все виды кредитов, на потребительские, на аккредитование, на ипотеку, которые они начали активно реализовывать. При этом мы не считаем, что это повлечет за собой в спросочки, пока не в нашем банке, поскольку все рисковые процедуры нами были увлечены еще в 2014 году. Суммы кредитов снизились в строительстве и в целом на рынке недвижимости. Спрос на кредиты связывают с новыми возможностями в бизнес-среде и улучшенным инвестиционным климатом. Центробанк перевернул инвестфонды. Регулятор упростил структуры рынка. Все фонды теперь делятся на 5 категорий вместо 16. Для начинающих инвесторов теперь работают фонды рыночных финансовых инструментов и недвижимости. Опытным вкладчикам Центробанк предлагает третий вариант – комбинированные фонды. Регулятор расширил число активов, которые фонд может использовать. Например, фонды рыночных финансовых инструментов будут работать с допущенными к организованным торгам активами, денежными инструментами, средствами в банках. К этим позициям добавились паи в открытых инвестиционных фондах и право требования по договорам доверительного управления активами. Центробанк разрешил неопытным инвесторам привлекать биржевые активы из Китая, Индии, стран Евросоюза и других государств. Квалифицированные инвесторы могут использовать в фонде любые активы. Регулятор дал открытым фондам год на переход к новым условиям. Интервальные фонды получили три года, закрытые 10 лет. Агрария в страны соберут за одним столом. Саммит «Аграрная политика России. Настоящее и будущее» пройдет в Сочи в конце сентября. Мероприятие состоится при содействии Минсельхоза Российской Федерации и Края. Основная цель – обсудить меры поддержки агропромышленного комплекса в современных геополитических условиях. Темы выбраны самые актуальные, как повысить эффективность производства рыбы и мяса, расширить внутренний рынок и наладить экспорт этой продукции. Кроме того, организаторы планируют выработать единую позицию власти и бизнеса в вопросе обеспечения безопасности производства. Предполагается, что саммит станет стартовой площадкой для обсуждения данных вопросов глобально. Эти темы будут рассмотрены в рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2016». Иностранные валюты по-прежнему демонстрируют положительную динамику. Доллар достиг отметки в 65 рублей 5 копеек, евро стоит 73 рубля и 20 копеек. Это были самые интересные деловые факты к данной минуте. До свидания.